Спасибо, господин председатель, за созыв сегодняшнего срочного заседания. Мы благодарим ЗГС Джеффри Фельдмана за проведенный брифинг. Хотела бы выразить признательность всем вам, кто в своих заявлениях говорили о поддержке Украины и выразили соболезнования моему народу. К сожалению, с последнего заседания по Украине 21 января ситуация в стране значительно усугубилась. 24 января поддерживаемой Россией террористы совершали еще одно гнусное преступление против человечности. В результате обстрелов жилых районов Мариуполя на востоке Украины более 30 человек погибли и более сотни были ранены. Согласно миссии по мониторингу ОБСЕ и докладу, который был подготовлен, бомбардировки проводились с использованием ракет «Град» и «Ураган», которые пускались с территории, находящейся под контролем террористов. Обстрел Мариуполя начался сразу после заявления одного из террористических лидеров о неизбежном нападении на украинские города, а также о значительной активизации поставок вооружений и сил России в Донецк и Луганск. Как президент Украины заявил, цитирую, «права в убийство десятков гражданских лиц и ранения сотен в Мариуполе» – это не просто террористические акты, это преступление против человечности, и это вопрос, который должен рассматривать гаакский трибунал». Вчера, еще один день траура в Украине, мы выражаем нашу признательность всему цивилизованному миру за решительной солидарности с Украиной в момент этой жуткой трагедии, и за глубочайшие соболезнования, и сочувствие семьям, жертвы и пожелания скорейшего восстановления раненым. Украина оценивает высоко, четкое и однозначное выступление генерального секретаря по поводу необходимости соблюдения прекращения огня повстанцами. В этой связи выражает серьезную беспокойность, что один из постоянных членов Совета, который по уставу ООН несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, вновь проявил абсолютное неуважение не только к уставу, но и к человеческим ценностям, заблокировав осуждение Советом гнусных преступлений против человечности, которые совершают террористы Мариуполя. Сегодняшнее заявление российской делегации прозвучало так, что как будто бы не Россия завоевала, оккупировала и аннексировала часть суверенной территории Украины, Крым, весной прошлого года. Сегодняшнее заявление делегации Российской Федерации звучало так, как будто бы нет регулярных войск России на суверенной украинской территории. На последнем заседании я объяснил Совету безопасности, что означает 16 батальонов России и также танки, что они делают на территории моей страны. Цивилизованный мир ждет разъяснений с российской стороны. Вы можете дополнительную информацию получить на веб-сайте моего представительства, и мы попытаемся вам также направить эту информацию. Господин председатель, если сепаратисты и Россия выполнили бы Минские соглашения, то это самая чудовищная трагедия с начала конфликта не произошла бы. Радиоперехват службами безопасности Украины совершенно четко показывает, что это нападение было организовано террористами при поддержке России. Свидетельство этого то, что Россия заблокировала заявление Совета безопасности, осуждающего это чудовищное действие, и полное молчание, абсолютно никаких упреков другим варварским нападениям террористов в Донецке, Луганске, например, Волноваха, также плохое обращение с деженцами, пленными, и поэтому Российская Федерация, которая по-прежнему поддерживает действия террористов, чьи войска напрямую принимают участие в боевых действиях на территории Украины, несёт ответственность за смерть гражданских в Мариуполе, Волновахе, Донецке и других городах и деревнях Украины. Мы хотели бы получить международную поддержку, чтобы Россия в конечном итоге вынуждена была бы выполнить своё обещание, отказаться от тех элементов, через которые она действует, и прекратила бы посылать оружие на Украину. Мы призываем Россию, требуем, чтобы Россия полностью выполнила Минские соглашения, которые она поддерживала на словах, включая незамедлительный вывод всех вооружённых сил с территории Украины, стабилизацию украинско-российской границы и создание международного мониторинга. Также необходимо незамедлительно освободить лётчицу Савченко, которая продолжает голодовку и над её жизнью нависла угроза, а также других незаконно задерживаемых граждан на территории России необходимо освободить. Господин председатель, мы призываем международное сообщество решительно отреагировать на преступления террористов и оказать большее давление на тех, кто их поддерживает. Наша позиция остаётся неизменной. Так называемые ДНР и ЛНР должны быть признаны как террористические организации. Вновь мы призываем Совет Безопасности наконец-то воспользоваться своим ответственностью в соответствии с уставом и предотвратить то, чтобы эти террористы совершали свои преступления. Единственный способ сделать это, это покончить с агрессией России против Украины. Сегодня, как никогда, нам необходимы совместные решительные действия международного сообщества против террористических организаций и тех, кто их контролирует. Господин председатель, подводя итог, мне хотелось бы процитировать нашего президента. Я цитирую. Мы за мир, но мы принимаем вызов врага и мы будем защищать нашу родину как патриоты. Мы должны покончить со страданием и привнести мир в украинскую семью. От Львова до Луганска, от Чернигова до Керчи. Объединив наши усилия, мы отстоим нашу свободу. И в этой борьбе за Украину, за Европу, и в конечном итоге мы хотели бы рассчитывать на солидарность и на действия Совета безопасности. Спасибо. Я благодарю.